Вопросы от новых участников пинара. Давайте на парочку на них ответим. Анна Варки спрашивает, откуда вы все это берете? Это есть невидение или просто фантазия? Мне хочется придумывать, как это происходит. Анна, если этого уже нет в мироздании, в космосе, вы можете что-то придумать. Откуда вы вообще взяли, что вы что-то можете придумать? То, что вам иногда кажется какими угодно фантазиями, на самом деле где-то давно уже не фантазия. Откуда я это беру? Я беру это из прямого общения, в том числе с отцом. У меня такие встречи довольно регулярно происходят. И в принципе, вы поймите, отец в каждом из вас. Если у вас установится как бы сорезонанс с ним, у вас и будет постоянный контакт с ним. Он даже в одном из своих, так сказать, как бы занятий, на одном из своих занятий сказал, мы были там вместе с Игорем Орепиевым, и он нам сказал, «Разве вы не заметили, что вы стали говорить голосом моим? Разве вы не заметили, что вы говорите то, что говорю я и думаю о чем?» Понимаете? То есть, если возникает вот этот резонанс, сопричастие, то то, что вы будете говорить, это говорит, по сути дела, отец. А он в каждом человеке. Ну, буквально в каждом. Каждый атом тела вашего, он содержит частичку божественную. Поймите. Поэтому вот списывать всю эту фантазию, как бы это легкий путь убедить, обмануть самому себя. То, что вы фантазируете, на самом деле где-то, это уже давно есть и достигнут. Я Быгова Наталья, из Италии, вообще из Украины. Я хотела бы спросить, задать такой вопрос. В 2003 году ушел мой сын. Буквально на третий день мне подруга предложила почитать книгу Григория Петровича. И я ездила, читала на компьютере у нее. Вот. И где-то буквально через пару месяцев я увидела своего сына возле дома, недалеко. Ну, это долго рассказывать, очень интересно. Но результат какой? Я попросила дать ему знак рукой мне, что это он. И он мне дал этот знак. Потом, значит, мой муж видел возле дома. Другой сын видел его тоже практически на том же месте, где я. Да. И третий сын видел, ну, в другом конце города. Мы обращались, поехали к Григорию Петровичу. Он подтвердил, говорит, да, вы его видели. Вот. Ну, я тогда не знала, еще книжку не всю прочитала. И была в таком состоянии. Не понимала, что нужно было подойти и зафиксировать это. Вот. Ну, а потом Владик мне, это сын мой, звонил мне, вот, подтвердил, что это он звонил. Конечно, номер этот не отвечал. Такой номер не существует. Ну, и дома там разные интересные вещи, типа включения, выключения. Ну, я хочу сказать, что прошло уже много времени, и я никак не могу с ним встретиться. И я не знаю, работаю по технологиям, на воскрешение, опять как бы навстречу, провожу через матрицу. Ну, результат такой, я никак не могу встретиться с ним. Я что-то не так делаю или... Подскажите, пожалуйста. Нет, вы все сделали правильно, тем более, что Григорий Петрович подтвердил это же его технологии. Воскрешение самые первые здесь были, в общем-то, задействованы. И его подтверждение – это очень надежный источник. Но дело в том, что они приходят сюда на Землю, ну, как бы со своей новой программой. Да, он говорил. И они, отец же им тоже дает задания, и это не всегда связано с тем местом, где находитесь вы. У меня был даже такой случай, это уже в моей практике, когда мы работали в Москве на Алексеевске, у нас там был офис большой. Вот, и там прямо на занятия ворвалась одна девушка и говорит, я вот воскрешала, значит, своего любимого по этим технологиям, и у меня получилось. В общем, он воскрес, мы с ним встретились. Вон он там во дворе сидит на лавочке, прямо в окно показывал. Но он говорит, что он должен уехать в Латинскую Америку, потому что у него задание от отца. Я его, говорит, не для Латинской Америки воскрешала, а для себя, понимаете? Идите, скажите ему, чтобы он никуда не уезжал. Ну, естественно, я никуда не пошел. Ну, потому что задание отца есть задание отца. Раз ему такую установку дали, ехать в Латинскую Америку, они все возвращаются с такими установками. У вас, кстати, на Украине, в Киеве, там целая группа замечательная очень работала. Там девочка одна, девятилетняя, руководила этой группой по воскрешению. Она там собрала вокруг себя человек 20, которые хотели, в общем-то, у нее было прекрасное ясновидение, которые хотели воскрешать своих родственников. И они, в общем-то, практически всех воскресили. Потом в складчину купили дом на окраине Киева, где раз в году они стали собираться. То есть они договорились, потому что у тех тоже задача, работа, они все разъехались по разным странам. Но раз в году они по договоренности приезжают в Киев, вот и собираются. Может быть, так договориться, как-то еще. Но, в общем, какая-то возможность есть хотя бы на день встретиться. У нас здесь вот наша сотрудница московского офиса, когда мы там работали, Кузнецова тоже дочь свою воскресила и встретилась. И они тут, ну, у них там подольше получились контакты. Несколько дней, несколько раз она там со своими родственниками, со всеми постречалась, с сестрами там. Но потом тоже все равно уехала. Они не остаются. Потому что, во-первых, это может обернуться какими-то инфарктами или чем-то еще, инсультами для тех людей, кто их знал, что они мертвы, и вдруг увидел живыми. Их всякое сознание выдержит. Ну, таких материалов очень много сейчас накопилось. У меня есть целые папки с этими материалами. Мне присылают со снимками. Вот моя дочь воскрешеная. Вот я с ней вместе стою. Такие вот снимки приходят. То есть надо найти какую-то форму, может быть, если вы не без этого. Я понимаю, вам трудно. Это же ваш ребенок. Видеть его, знать, что он уже воскрешенный, не встретиться с ним. Хотя вы действительно должны были или объятием, или пожатием руки как-то вот этот контакт закрепить. Но все равно можно договориться в следующий раз. Если он вам будет звонить, вы ему сразу скажите. Может быть, раз в году в каком-то месте вы могли бы встречаться. Где ему удобнее. Пусть он скажет вам, где ему удобнее. Хорошо. Благодарю. Спасибо. И все так начинают говорить. Вот уже сколько людей жалуются. Бил раков. Сделали операцию. Отрезали орган. Мы восстановили. К нам приехали. Мы в то время еще занимались такой работой. Мы сейчас этим не занимаемся. Но у нас был свой этап развития. То есть мы должны были пройти эти этапы. Потому что мы через них получали знания. У нас начался другой этап. Когда мы стали учителями. Мы теперь не целители. Это уже не наша работа. Но к нам постоянно приходили вот с такими, ну как бы, заявлениями. Что вот вы нам восстановили что-то. А там начинаются разборки в больницах. Там они куда-то на рентген, там на что-то еще смотрят. Органы на месте. Как отрезанные органы уже могут быть на месте. Они там идут к хирургу. Ты что, пьяный был, когда это все вырезал? И вообще, как это может быть? Там ничего не удалено. Все на месте. А у них уже написано все. Все удалено. Операция проведена. Швы на месте остаются. Понимаете? Они там разбираются, кто был пьяный, кто не пьяный. Просто новый мир, новая реальность мира и новые возможности человека открываются. А они никак не хотят это понять, все упираются. Ведь наше учение официально, понимаете, официально Академии наук утверждено. Они признали его. Еще в 2007 году оно признано на Всероссийской медицинской конференции с участием всех директоров ведущих институтов. И нынешним министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Она там тоже была, участвовала. Они же, там же резолюция есть. Все случаи достоверны, статистически значимы, рекомендовать ко всеобщему распространению. Сделали резолюцию и тут же забыли. И ничего им больше не надо. А вот видите, это все работает, но они не хотят. Ну, ко мне потом подошел один начальник медицинского управления и говорит, ты что не понимаешь, сколько за тебя людей без работы останутся. У них вот это самое главное, без работы останутся. А люди могут жизнь потерять. Это уже как бы второстеменно. Живем, к сожалению, в такой реальности. Поэтому и оси Земли-то наклонилась. Она от чего наклоняется? Вот от таких помыслов, от таких вот мировоззренческих установок. Это же не только его установка. Это установка практически, ну, не могу сказать, что всего, но почти всего их ведомства медицинского. Наверняка там есть люди нормальные, порядочные, но большинство. Вот они сколько лет даже эту резолюцию никуда не выпускали. Она только два года как появилась в доступе. А до этого где-то лежала закрытая в сейфе или где-то еще, не знаю. Никто не мог ее увидеть даже. Сейчас она есть в интернете в свободном доступе. Если вы видите тоже на картинке, там мальчик. Вот пусть он улыбнется, улыбнись. Зубы покажи. Зубы покажи вверх. Это мальчик, у которого выросли все зубы на Украине, в городе Николаев. Это один из наших первых учеников, который учился. И вот с помощью папы, который замечательно владел этими технологиями, их запускал. Вот видите, сейчас весь мир может убедиться, как растут зубы. Вот у него выросли зубы, которые все выпали. У папы тогда навык были слабоватые, помогали очень сильно ясновидящие. И Аркадий Наумович, и очень мощные ясновидящие из Полтавы помогали. Ну вот за поводу. И из Киева. Благодаря этому удалось зубы восстановить тогда. Был тоже кошмар. То есть это духовные технологии, по сути дела, в действии. Они работают. Я написала, у меня вырос зуб. Я посмотрела пару роликов ваших. Ну думаю, все делают управление, сделаю и я. А вдруг получится. И у меня начал расти зуб вот в этом году, 3 июля. Я вам даже в Facebook написала, как я прыгала от радости, всем показывала. Что мой муж сказал, что ты носишься. Я говорю, у тебя что, зубы растут каждый день? И врач тоже. Я ему сказала. Они смеялись с меня, с медсестрой. Потом, когда посмотрел, у него такие глаза были. Он говорит, что в молодость падаешь, мол, регенерируешься. Я говорю, да, молодею. А он на этот зуб, глядя, говорит, ну, такое бывает. И так это бывает. То есть не верят, что зуб растет. Благодарю вас за передачу знаний. От всего сердца. Будем учиться, стараться. Спасибо. До свидания. Благодарю.